Новости региона на канале ПС, студия Артемий Заварзин. Добрый день. Теперь преподаватели величают их коллегами. Сегодня 44 выпускника СГМУ стали аккредитованными педиатрами и получили выписку из итогового протокола специальной комиссии. Аккредитация это своего рода лицензия, которая даст возможность трудоустроиться фактически в день выпуска. Дополнительное экзаменационное испытание позволило наставникам оценить не только теоретические знания молодых специалистов, но и их практические умения. Учеба в университете очень сложная в том плане, что приходится осваивать очень большой объем знаний и где-то в подсознательном уровне ты понимаешь, что в дальнейшем твоя жизнь и судьба будет связана все-таки с здоровьем людей. А наш, тем более, это здоровье маленьких пациентов. Поэтому приходилось как-то более, наверное, ответственно подходить к своему обучению. Новоиспеченных специалистов готовы принять к себе на работу 37 государственных медицинских организаций со всей области. Только в Архангельске имеется 18 вакансий. Педиатрия это особое направление в медицине. Выпускники наши будут работать с детьми, с их родителями, с бабушками, с дедушками. Это очень ответственная работа, потому что ребенок многого не скажет, как он себя чувствует. Это особые люди. Тем же выпускникам, которые захотят продолжить обучение, открыты двери родного вуза. Обучиться можно, например, по направлению «Скорая медицинская помощь». В областном центре начала работу фотовыставка «Под открытым небом», посвященная 75-летнему юбилею создания Соловецкой школы ЮНГ. Выставка стала частью акции «Сыны Отечества», проводимой Фондом Поморья совместно с Центром Патриота и областным правительством. На проспекте Чумбарова-Лучинского размещено около 30 фоторабот. Для создания экспозиции использованы как архивные материалы самой школы, так и личные фотографии ветеранов юнгашей. Жители и гости Архангельска могут изучать выставку до конца сентября. На данной выставке основная идея – это связь поколений, поскольку выставка начинается кадрами из истории самой Соловецкой школы ЮНГ, а заканчивается кадрами там, где ветераны фотографируются вместе с нынешними юнгашами. Также в рамках акции «Сыны Отечества» запланирована презентация книги, посвященной истории Соловецкой школы ЮНГ. Праздничные мероприятия в честь знаковой даты пройдут на Соловках в Архангельске и Северодвинске с 25 по 30 июля. Самовар-эгоист и каменный крест, приплывший по реке – такие чудеса происходят в Виноградовском районе. Причем свидетелем чуда может стать любой путешественник, а туристические тропы ведут сразу в несколько поселений. Да и времени займет дорога немало, а в этом мы убедились лично, побывав в Виноградовском районе. Храм в деревне Пянда долго искать не нужно. Стоит в двух метрах от федеральной трассы. Обитель была построена недавно, но в ее стенах уже находятся реликвии с многолетней историей. Посмотреть на этот каменный крест приезжают из разных уголков страны и растущий поток туристов вполне объясним. В середине прошлого века крест приплыл к Пянде по реке, зажатый среди бревен во время сплотки леса. Уникальность этого креста в том, что на нем очень древняя икона. То есть это письмо, оно даже не северное, не местное. Как утверждают специалисты, оно сделано такими очень редкими, но очень качественными красками. Качество воды из Пянского святого источника уже давно не ставят под сомнение. По крайней мере те, кто ее пьет. Еще в начале 20 века этой водой лечил местный батюшка. Источник, овеян мифами и легендами. Рядом с этим источником у нас выстроена часовня в честь апостолов Петра и Павла. Но рядом здесь находилась еще и старая часовня. Она была округлая, обнесена небольшим заборчиком. Часовню эту по легенде построили древние монахи. Они здесь жили, прямо в этой часовне. Но потом, когда часовня развалилась, поля здесь все распахали, монахи эти ушли. Один из монахов сказал, что быть на этом месте храму, а если кто-то захочет построить здесь дом, то ничего у него не выйдет. Ну и действительно так и получилось. Дома, которые здесь пытались строить, они, собственно, не удались. Свой дом на правом берегу Двины имел и Ермак. Да-да, тот самый покоритель Сибири, уроженец села Барок. Это установили местные краеведы и возвели на месте, где стоял родительский дом атамана, памятный камень. Барчане уверены, гипотеза о поморском происхождении Ермака – это исторический факт. Историк Ромадановская нашла в кратком Соливычегодском летописце такую фразу. Вот сроки из этого летописца. «На Волге казаки Ермак-атаман родом с Двины с Барку разбили государеву казну, оружие и порох, и с тем поднялись на Чусовую. Следовательно, Ермак северянин». В Виноградовском районе реальные факты плотно переплелись с легендами. И это легко объяснимо. Ведь сразу несколько деревень отметили в этом году 880-летие со дня первого упоминания в московских летописях. И пока одни пытаются развенчать мифы, другие приезжают на Винограде и становятся на порог новых открытий. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Архангельское телевидение, Виноградовский район. Об уроках прошлого шла речь на международной конференции по названиям 1917-й в судьбах регионов страны и мира «Взгляд из 21 века». В Архангельске в Арктическом университете собрались ученые из шести стран – России, Белоруссии, Великобритании, Норвегии, Финляндии и США. Сегодня, спустя сто лет, историки и общественные деятели пытаются осмыслить события в России начала прошлого века. В начале прошлого столетия Архангельская область, расположенная за тысячи километров от центра и населенная на 90% крестьянами, была далека от революционных настроений. Активная политическая жизнь бурлила лишь в Шенкурской губернии и Архангельске. В 1917-й год он перевернул всю историю, он своего рода перелеснул и начинается новая эпоха, которую принято называть новейшая история. Первое извещение о свержении самодержавия и передаче власти Временному правительству пришло в Архангельск на железнодорожный телеграф в деревне Исокогорка 1 марта 1917 года. Когда к архивным документам Архангельским обращаемся, это, конечно, надежда. Это 20-тысячный праздник на Соборной площади 10 марта, праздник революции. И действительно все говорили о том, что вот, так сказать, все плохое ушло в прошлое, впереди нас ждет радость революционного обновления. Однако скоро настроение позитивных перемен сменилось митингами недовольных граждан. Этому способствовали безработица, безвластие, проблемы продовольственного снабжения. Затем было вторжение иностранных войск и создание, как написал еще 10 лет назад в книге «На изломе истории» почетный доктор Поморского университета Евгений Овсяников, некоего подобия автономного, а по сути дела, марионеточного государства Северной области. Полтора года на Севере шли ожесточенные бои подразделений Красной Армии с объединенными белогвардейскими и иноземными антисоветскими силами. Наблюдался разгул белого и красного террора. События тех лет очень интересны для осмысления и понимания современных процессов в России и за рубежом. Об этом говорили все участники международной конференции. Любопытен в этой связи дневник Эгиль Абрахамсена, норвежского лесопромышленника, работавшего в Архангельской губернии в начале 20 века. Его опубликовали совсем недавно под названием «Из Серегова в Онегу», а представили сборник как раз на форуме историков в САФУ. Эти дневники обнаружились в частном архиве у Эгиля Абрахамсена в 1960-е годы. Они долго лежали. И потом, буквально год четыре назад, возникла идея все-таки их обработать, как-то нормально скомпоновать, издать и сделать вступительную статью. Так или иначе, исследования февральской и октябрьской революции носят пригладное значение. Российское общество должно получить ответ на вопрос, как не повторить ошибок прошлого. Светлана Дейнека, Анна Рязанова, Светлана Михеевская, Архангельское телевидение. В Архангельске прошел первый праздник водных видов спорта «Город на реке». В череде показательных выступлений и состязаний на гидроциклах и катерах прошли и соревнования по гребле на резиновых лодках. Победителем гонки стал архангелогородец Антон Шкрябин. Победа далась тяжело, конечно, но, так сказать, опыт дает свое. Каждое лето стараюсь на лодочке кататься, так что, можно сказать, был немножко тренирован. В качестве приза Антон получил ту самую лодку, которая принесла ему Викторию. Информационную картину дня расскажем в 19.20 в автографе дня на канале ТВ-Центр. До встречи.